Нет, выборы не крах, не катастрофа, но выборы это всегда кризис, это подвешивание ситуации, это тоже надо понимать. А я хотел о другом сказать, что самый большой кризис в том, что у нас нет инструмента выхода из кризиса. А сейчас вы ситуацию не считаете подвешенной? Подождите, еще раз. Подвешенная, но выборы еще могут подвесить ситуацию. Кстати говоря, почему западные партнеры против выборов? Не только по экономическим соображениям, не только по соображениям предсказуемость-непредсказуемость. Тут я абсолютно согласен. У них есть пример. Четвертого года, шестого года, седьмого года и десятого года, и тринадцатого года, чем это закончилось. Вот пример. Они боятся, что все поменяется, будет реванш, и вот эта восходящая линия, она будет сломана. Поэтому, что они понимают? Они понимают, что лучше, вот я так думаю, я не хочу говорить, что это правда или неправда, оценки давать свои. Они понимают, что лучшей власти сейчас не будет в Украине. Что, наверное, после выборов придут не лучшие, а может быть худшие, чем сейчас. Задача в чем? Они понимают, что это переходная власть, что это переходный период, переходное время. Новых они подготовят. Там, из гражданского общества, там, вылупятся какие-то новые политические силы. И журналистов, активистов, и так далее, и так далее, которые через конституционный электоральный цикл могут претендовать уже на реальную власть. Не только, чтобы ходить, так сказать, быть пиарщиками нынешних реформ, пиарщиками власти, а на реальную власть. Вот надо потянуть время. Поэтому, мне кажется, вот они и надавили на президента. Президент не очень хотел, чтобы правительство Санюка осталось так, и была не проголосована резолюция недоверия. Он очень этого не хотел. Но перед этим почему-то, перед Мюнхеном, была на него информационная атака. Потому что Каноненко, это же понятно, это же не Каноненко, Мишень. Мишень Порошенко. Шокин, это не Мишень. Мишень Порошенко. Для того, чтобы ослабить его политические позиции, и вот согласиться на этот статус-кво. Это не консенсус, статус-кво. Плюс, американцы еще какие ребята. Они же любят, чтобы всегда были сдержкой противовесы. Они, вот, маниакальность у них еще со времен Конституции. Вот это, чтобы была сдержка противовеса, никому не отдавать власть отдельно. Тем более, они же понимают, что демократы, не демократы. У нас экономика остается олигархической. И еще какое-то время будет олигархическая. Без этого никуда не деться. А как ее сделать сразу среднебизнесовой, среднепредпринимательской? Вы не сделаете это за один день. Политика у нас будет олигархической. И дело не в том, что это деньги, что это бабки там заносят. А что у нас партийные вожди, это не партийные олигархи. Олигархи, ради бога. Они назначают, этот будет в списке, этот не будет в списке. Ребята, вы все боретесь за демократию в стране. А в партиях у вас есть демократия или нет? Скажите мне. Внутри партии на демократии есть у вас? Поэтому нет, не видите. Поэтому, а в целом, вот, я еще раз говорю, вот моя идея, какой это из основной. У нас нет, кризис в чем? У нас нет инструмента выхода из кризиса. Ситуация гибридная у нас. Потому что мы живем не по конституции. Понимаете, в чем дело? Потому что мы живем и по конституции, и по неформальным нормам. Ричард Саква. Есть известный профессор Кенского университета, специалист по советским государствам. У него есть прекрасная книга. Дуальное государство. Это про Россию, про Украину и так далее. Как управляет дуальное государство по-советски? Они двумя нормами. Конституционными и административными, неформальными. Там нигде не будет записано, что... Но кто у нас по конституции главный? Парламентская президентская республика, премьер. Но де-факто у кого больше рычагов власти? У президента. Поэтому это проблемы конституции, регламента, конституционных норм. Это двойная интерпретация.